Вязание для вас. Сегодня покажу, как вязать красивые объемные салфетки крючком. Для вязания нашей салфетки я купила ниточку Казал Баби Катон, бледно-розовая, это основа, листики зеленые и желтые розочки, цветочки. Формируем основу нашей салфетки. Набираем 3 воздушных петельки. 3 воздушных петельки, накид. И вяжем столбики с одним накидом по кругу. Формируем кружок. Самые обыкновенные столбики с накидом по кругу. Также можно вязать обычными воздушными петельками, но это будет не так ажурно смотреться. Ниточка приятная, как раз такая фактура от салфетки. Просто формируем кружок. И сейчас покажу, по какому принципу мы добавляем ряды и формируем секции. Кружок у нас готов. Как мы знаем, салфетки наши состоят из секций. Они разделены, как будто бы пирога на части. Чем больше таких секций, тем работа красивее. Формируем секции. Набираем 2 воздушные петли. И накид. И сюда же делаем 2 столбика. Далее 1 воздушная. И снова 1, 2 столбика. Воздушная. Накид. 1 столбик. И тут же 2. Количество столбиков это на ваше усмотрение. Я делаю не сильно густо, чтобы секции не находили друг на друга. Воздушная. Один столбик. Второй. Воздушная. И снова. И так парами. Эти пары столбиков формируют основу нашей салфетки. Это базис. И в каждом ряду, по принципу бабушкиного квадрата, у нас добавляются по 2 столбика. То есть все в четном количестве. Сейчас покажу, как это выглядит. И что у нас вышло. Тоже 1 воздушная. Закрепляем ее тут обязательно. Таким образом мы отсоединили секции друг от друга. Подсчитываем количество секций. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Для мастер-класса этого достаточно. Если вы хотите больше секций, соответственно, большее количество пар столбиков добавляете. Я покажу это на примере таком. Провязываем. И начинается у нас формирование. Добавление по 2 столбика в нашей секции. 1 воздушная. И важно. Добавляем мы сбоку наших петелек. С одной стороны. Вот первая. Далее по 2 имеющимся. 2, 3. И четвертая сюда сбоку. И видно, что было 2 и выше стало 4. Опять воздушная. И тут же в это пространство делаем накид. Столбик с накидом. Это начало следующей секции. Накид. Соседнюю петельку. 1 столбик. 2, 3. И в конце 4. Замыкающий. Наши секции уже показываются. Снова воздушная. Не забываем между секциями делать воздушные петельки. Они будут очень красиво смотреться. Накид. Столбик. И сразу же в соседнюю 2. Тут не сложно. Все должно быть в четном количестве. Было 2, стало 4 и так далее. Воздушная. Накид. В это же отверстие делаем столбик. Второй. Третий. Это вязание напоминает филейное вязание. Но с элементами добавлений. Так. И тут же добавляем столбик. Один ряд. Это добавляем 2 петли. Соответственно, салфетку я буду вязать не сильно. Большой окружности для мастер-класса этого достаточно. Хочу просто показать алгоритм. Суть формирования салфетки и розочек. Снова воздушная, накид, столбик и тут же рядом. Тут запутаться очень сложно. Логические действия. Еще накид. Как видно, все добавления столбиков мы делаем по бокам. 2, стало 4. Далее тут, тут, тут. С каждым рядом на 2 больше. Воздушная, накид. И снова формируем столбики. 2, 3, 4. Секции видны у нас очень хорошо между собой. В первое время они довольно плотно. Далее, по мере растяжения нашей салфетки, увеличивание будет более красиво. 5, накид. Столбик. 3. То есть, в принципе, как в бабушкином квадрате, но мы делаем это по кругу. Воздушная, накид. И смотрим внимательно. Тут у нас выходит 4. Соответственно, тут также должно 4. Это замыкающая секция. Не отвлекаемся. И формируем 4 также. Вот. Тут важно не запутаться и разделить это все. Вот. 4, 2. 4, 2. 4, 2. Далее у нас идет третий ряд. Это также добавляется по 2. Делаем воздушную. И сразу для себя отделяем. 2, 4. И сейчас формируем 6. Делаем накид. Столбик. Накид. И тут же провязываем ровно 6 столбиков. Таким образом, мы расширяем окружность нашей салфетки. От центра и по бокам. Вот уже наша секция. Это основа, треугольник. Она будет идти вверх и расширяться. Воздушная. Накид. Вот. Галочка. И накид. И тут же формируем 2. 2 столбика. Два столбика. 3, 4, 5, 6. И не забываем воздушную. Воздушная. Накид. И в эту же галочку делаем столбик. Еще накид. Вот. Сейчас вам станет более понятно понятен алгоритм. Не вижу смысла сильно долго снимать от начала до конца большую салфетку. Так как включается логика и становится понятно. Вот. У нас уже 6. 2, 4, 6. И так далее. 2, 4, 6. И между ними воздушная. Не забываем ее делать. Воздушная. Накид. И в эту же секцию. Вот. Мы формируем. Было 4. Сейчас 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная. Накид. Снова 1 столбик. Это первые секции. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Для такой салфетки это достаточно. В дальнейшем это все увеличивается. Сейчас в ускоренном виде покажу, как я формирую далее салфетку. Возьмите. Салфетки. Салфетки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее сильно долго снимать не буду Повторим алгоритм И уже без видео довяжу до нужной окружности мне Принцип как бабушкин квадрат, но получается как бабушкин круг Вот отлично видно начало наше Два столбика, два, далее четыре, далее шесть И с каждым рядом восемь, десять, двенадцать И до нужной вам окружности Я провяжу и покажу как формировать розы Салфетка сформирована Сейчас будет самое вкусное, самое основное Зеленый цвет Для листочков Такая же ниточка Такой же фирмы Вот Газал Бабикатон Прекрасно для игрушек, для топов, сумок Выбираем произвольно Любую часть, которая нравится Я вот возьму со средины треугольника Цепляем ниточку Как вам удобно Я делаю это так Поставляю ее сзади И формирую Три столбика С накидом Первый у нас уже есть Первый Второй И третий Это формируем наши листочки зеленые Это правый листочек И теперь делаем три воздушных Раз Два Три Накид И в это же Между этими же столбиками Также делаем три Столбика с накидами Это все по вашему желанию Можно сделать по два столбика Но мне нравятся такие пушистые листочки Воздушные обязательно И считаем по секциям Я это делаю после пятой секции Подсоединяю следующие лепесточки Раз Два Три Четыре Пять Вот Накид Раз Столбик Два Столбик Три И обязательно Три воздушные Будет основа под цветок Накид Как видите Ничего сложного По желанию Можно сделать и по четыре Но это будет уже Очень долго Воздушные Накид И снова Раз Два Три Четыре Пять Через пять секций Я для себя выбрала Такой алгоритм Можно через четыре Это вы уже будете смотреть По толщине вашей нитки Крючка И прочих нюансов Три воздушные Накид И так Алгоритм такой На листочке Три столбика Между ними Три воздушные А между столбиками Одна воздушная Раз Два Три Четыре Пять Как раз в середину попадаем Два Три И снова Раз Два Три Воздушные Основа Накид Через три воздушные Три столбика Еще одна Воздушная Накид Раз Два Три Четыре Пять После пятой Формируем Листочки И подбирать Лучше По одной толщине Что листочки Что основа Что цветочки Так она будет Смотреться Более Красиво Сама салфетка Конечно же Под довольно Толстую пряжу Ниточку Это дает Фактуру Алгоритм И так до конца По кругу Три Три Столбика Между ними Три воздушные Петельки Снова Три столбика Воздушная И так до конца Листочки готовы Сейчас будем делать Розочки И сразу Уточняю Так как данная Салфетка Небольшого диаметра Окружности То внешний вид Конечно У нее может Отличаться От большой Даже по концам Видно Я показываю Принцип Вязание Самой салфетки И так же Конец То что уже В процессе Вы сами Увидите При вязании Так Основа цветка Сам цветок У нас будет Вот тут Между Листочками Также оставляем Хвостик И формируем Столбики Самые обыкновенные С накидами Один накид Таких столбиков На розочку Мы делаем Семь Или восемь Сейчас поймем Сколько нам нужно Два Три Четыре Пять Шесть Семь И восемь Восемь столбиков Далее воздушная И теперь нам нужно Соединить Эту часть С этой Вставляем Крючок В край Как вам удобно И протягиваем Воздушную Сюда Вот Закрываем Ее Сзади Провязываем Нужно даже Вот так Провязать Вот Формируем розочку И далее Одна Воздушная И заносим Ее Между Секциями Вот так Вот Первая роза У нас Сформирована Далее Обязательно Делаем Воздушную Накид И так же Провязываем Восемь Солбиков Два Три Четыре Пять Шесть Она более пушистая Будет и объемная Красиво смотреться Так же Не забываем Воздушную Крючок Переводим Назад В эту часть Соединяем Между собой Правую Левую Сторону Закрываем И провязываем Имитируем Розу Цветок Воздушная Петля И вниз Так Вот Так же Воздушная Еще одна Накид И между Вот этими Листочками Делаем Восемь Столбиков Как видите Это совсем Не сложно И каждый Может по своему Желанию Формировать Объемность Розы Можно сделать Их Маленькими В виде Бутонов Можно Более Раскрытые Снова Воздушная Соединяем Правой С левой Часть Затягиваем Закрываем И провязываем Так как нам нравится Можно с накидом Формируем Формируем Нашу розу Это уже творческий подход У меня они такие Воздушные И сразу вниз Технические возможности Моего телефона Ограничены Снимаю пока Небольшие видео И так далее Главное правило Воздушная петелька Всегда должна быть В процессе Вот Накинули Воздушная петля Накид Это важно Накид И 8 столбиков Важно Чтобы ниточка Не расслаивалась Накид И 8 столбиков Верхушки Можно формировать Так как вам нравится Прекрасный способ Оформить Края салфетки Без особых заморочек Нарядно Красиво И со вкусом Учитывая Что можно подбирать Разные-разные цвета Оттенки И снова по краям Соединяем И вот Колечко Так И тут можно провязать Дополнительно Такие объекты Для фактуры И снова в соседний накид Воздушная Снова накид И между Листочками Делаем Нашу розу Роза Или тюльпан Или просто цветок Кому как 4 8 Главное Запомнить Количество Петелек Столбиков Чтобы работа Смотрелась Гармонично Затягиваем Провязываем Сколько нам нужно Воздушная Фиксируем Внизу С левой стороны И в процессе Выравниваем Снова Воздушная Накид 8 Отсчет 8 Количество Столбиков Зависит Конечно же От толщины Вашей нитки Моя нитка Желтая Довольно-таки Толстая Поэтому 8 столбиков Хватает С головой Если формировать Из такой нитки Она тоньше Соответственно Столбиков Нужно 10 Это вы уже В процессе Сами поймете Как вам Удобно Подстроитесь Под ваш материал Важно Оставлять Вот эту Петлю Более свободной Чтобы она Спускалась вниз И цветок Наш не нагинался Сейчас довяжу До конца И покажу Итог Салфетка Готова Как видно Она объемная Очень симпатичная И фактурная Обратная сторона У нас очень интересная Розы Тюльпаны Просто цветы Как вам нравится Так можно и называть Чем больше окружность Салфетки Тем Конечно же Красивее Показала вам Основной алгоритм Сильно много Пока не могу Снимать Из-за того Что у меня Телефон Довольно слабый Мало памяти Но в дальнейшем Надеюсь Все наладится Куплю хорошую технику Буду снимать Видео Мастер-классы Для вас Подписывайтесь Кому понравился Мой труд Мастер-классы